Для души, смотрите, я сейчас объясню. Во-первых, этого никогда не будет, то, что вы сказали. Потому что есть своё предназначение для земли. Это предназначение всегда будет оставаться тем же самым. Никогда в Латвии не будет такого, что перестанет леять кету. Здесь всегда люди будут рождаться в этой скованности и в одиночестве. Так для этого предназначено это место. Оно не предназначено для того, чтобы в рай пойти. В раю есть свои планеты. Понимаете, в целом существует три слоя в нашей Вселенной. Есть слой низших планет, где люди просто страдают, мучаются. Есть средние планеты, где человек рождается, чтобы определиться, что дальше ему как жить. То есть он или идёт туда, или сюда в жизни. У него есть выбор. Есть высшие планеты, где люди уже развиваются духовно. И там на высших планетах есть две зоны большие. Одна зона — это курорт. Это как Юрмала. То есть там люди просто кверху попами балдеют. То есть на райских планетах есть такая зона, где живые существа приходят туда просто наслаждаться, и всё. Почему они туда попадают? Потому что цель жизни — это счастье. Когда человек хочет счастья, он молится Богу, живёт только для того, чтобы обрести счастье. И он думает о том, что у него должно быть 15 действенниц в этом счастье. Некоторые мне рассказывают, что они хотят дальше. То они туда и попадают. То есть есть такая зона в высших планетах, где всё устроено, чтобы живое существо не трудилось, а просто наслаждалось жизнью. И эта зона описана в ведических писаниях подробно, как там находятся всё, живые существа и всё прочее. Что там происходит? Есть другая зона на высших планетах, где живые существа попадают туда для того, чтобы развиваться дальше, служить Богу. Там всё устроено по-другому. Там тоже всё соткано из чистоты и красоты, но там всё предназначено для аскеза развития. Есть низшие планеты, там их тоже есть определённые уровни. Каждый уровень предназначен для своего вида грехов. И там есть страдания, которые человек через страдания понимает, осознаёт, что этого в следующей жизни делать не надо. Понимаете, немытьём-то катанием нас судьба учит здесь, как жить правильно. Или через страдания, или через знания. Есть ещё третий момент, который вы должны знать. Если душа полностью в отношения глубочайшие с Богом вступает, и она испытывает глубокую любовь ко всем и к Богу, тогда ей вообще уже не нужно находиться в материальном мире. Она все свои экзамены сдаёт, и она идёт в духовную обитель. Духовная обитель состоит из множества духовных планет. Причём на каждой духовной планете своя вера. Каждую веру, которую бы вы здесь не видели, все эти веры предназначены для определённого вкуса отношений с Богом. На каждой духовной планете свой вкус отношений с Богом. На одной такой, на другой — третий, на четвёртый, пятый. Понимаете, каждая вера, которая ведёт именно к Богу, она идёт из духовного мира. И духовный мир рождает вот эти вкусы отношений и эти религии. И у каждого человека склонность по жизни к такой-то вере, потому что он попал, скорее всего, из этой зоны сюда, в материальный мир. Поэтому нет смысла людей уговаривать менять веру. Это бесполезное занятие, потому что это просто оттягивает время человека прихода в духовную обитель. У каждого свой вкус, и он должен следовать этому правилу. Это средний уровень, средние планетные системы, причём чуть ниже середины. На Земле счастье чуть меньше, чем страдание. Есть средние планеты, где счастье чуть больше, чем страдание. Но на Земле мы чуть ниже середины. У нас страдание чуть больше, чем счастье здесь. Веда описывает, что всего в нашей Вселенной 14 планетных систем. Мы сейчас говорим о тех вещах, которые многим людям непонятны, и они в это не будут верить. Но раз вы спрашиваете, я вам расскажу. Я эти вещи все чувствую. Понимаете, очень легко доказать, что это именно так. Потому что каждая чакра психическая у человека связана с какими-то планетными системами. То есть наш организм повторяет Вселенную. И медитируя на одну из чакр, можно попасть на этот уровень планетных систем. Есть такие методики тоже, как это делать. Но в целом вы должны знать, что на каждой планетной системе свой уровень развития и выше Земли… Мы находимся на седьмом уровне. То есть у нас вот эта вот галактика, седьмая галактика по счёту. Выше нас счастье в сто раз больше. Там ещё в сто раз больше счастья. Когда человек достигает такого уровня в счастье в своей судьбе, что он в сто раз больше счастлив, чем все остальные, он попадает на следующий уровень. Потом на следующий. И этот путь называется в ведах карма-йога. То есть человек совершает… Йога означает связь с Богом. Человек живёт честно, любит Бога, служит всем людям. И он постепенно вот так, галактика за галактикой, повышается до самой верхней. И потом уходит в духовный мир. У него есть другой путь, когда человек всю свою жизнь посвящает служению Богу. Ему тогда не надо вот так одну за другой проходить. Он сразу же с того места, где он находится, в духовный мир уходит. Но этот путь очень возвышенный и редок в этом мире. Редко кто может идти этим путём. Я могу вам рассказать свой личный опыт, который могут люди принимать или не принимать, но он у меня есть. Когда человек оставляет тело, я мысленно концентрируюсь на нём, потому что память соединяет с человеком к секунде. Понимаете, тонкое тело так устроено, ум, энергия ума так устроена, что если ты вспоминаешь кого-то, ты немедленно оказываешься рядом с ним. И я просто, если, допустим, кто-то уходит, я смотрю на его фотографию и дальше мысленно настраиваюсь на его тонкое тело. Я вижу, он вниз идёт или вверх сразу же. Это очень легко, вот чуть-чуть обладая этим знанием, можно сразу понять, вверх или вниз. Потом я начал изучать у людей, как это чувствуется у людей. Я сделал выводы, что чувствуется это тремя способами разными. Если человек идёт вниз, у него на сердце возникает тяжесть, и жизнь становится тяжелее и неудачливее у родственника. Близкий человек идёт в ад, у него на сердце тяжесть, жизнь становится тяжелее и мрачнее. Но если он думает о святом человеке, начинает свою молитву, то примерно где-то от 4 до 6 месяцев по часу в день достаточно молиться, чтобы твой родственник очистился от всех грехов. Представляете, какая сила? И он поднимается вверх. Чаще всего при этом он приходит к тебе во сне и с радостью сообщает тебе эту новость. Как недавно мне одна девушка сказала, к мать к ней пришла алкоголичка. Она её вот так отмолилась, что та сияющая к ней пришла, в сияющем таком облике, и говорит, «Доченька, пойдём со мной вверх, я иду вверх, пойдём со мной». И как бы она говорит, «Я не могу, я же здесь живу». Она говорит, «Доченька, прощай». И она полетела туда. И дочка это увидела во сне. Но ясно, что Бог ей свою милость уже дал в результате. Эта дочка уже награждена. Понимаете? То есть эта жизнь гораздо глубже, чем нам кажется. Мы живём, вот кошка, дом, собака. Вот, понимаете? Это не то, что реально. Этот мир устроен гораздо глубже, понимаете? Гораздо глубже. Если мы начинаем это понимать, то открывается такая великолепная картина, и такой смысл жизни открывается перед человеком, что у него совсем другие цели становятся для жизни, совсем другие желания. Изучайте это всё. Спасибо вам. Итак, тяжесть в сердце – камень, когда человек уходит вниз. Надо молиться, иначе твоя жизнь тоже будет несчастной. Ты же связан с ним. Ничего не сделаешь с этим. Так устроен этот мир. Если у тебя жгучее чувство в сердце, и такое ощущение разлуки с этим человеком тянет к нему, такое тяжело без него, значит, он остался на средних планетах. Он где-то здесь родится, но ты уже с ним не встретишься. Мы можем встречаться только по милости Бога друг с другом. И третий тип ощущений, когда человек близкий уходит из жизни, и у тебя светлая радость о нём остаётся, в сердце чистота и вечная память, и очень чистое, яркое такое чувство чистоты об этом человеке, то он, значит, пошёл вверх. У меня есть одна знакомая девушка. Она со своим мужем пела духовные песни вместе. И они молодые ребята, ну то есть где-то по 35 лет. И её муж, он участвовал в духовной программе и очень сильно концентрировался на Боге, и пел, пел, пел. И в этот момент у него случился инфаркт миокарда, обширный инфаркт. И он как бы обмяк такой, перестал петь. Его увезли в больницу на скорой помощи, в реанимацию. Всю реанимацию он был в сознании, и врачи понимали, что человек умирает. И он рассказывал им постоянно о Боге, о духовной жизни. И когда он оставлял тело, он такой просто озарился радостью и светом. И с улыбкой на лице он оставил тело. Это мой знакомый был. И когда это произошло, его жена, мы ей звонили, это подруга моей жены, она ей сразу позвонила, узнала об этой новости. И эта подруга, она говорит, а я, говорит, чувствую необыкновенную радость о нём. Но потом она, конечно, начала тосковать о нём, плакать. Но вот в этот момент, когда он ушёл, она чувствовала радость. Она говорит, я чувствую такую радость. Она пошла к духовному учителю, поехала своему узнать, что произошло. А духовный учитель смотрит на неё, говорит, так здорово, он же ушёл в такую возвышенную обитель. Говорит, в чё печалиться? Так здорово, это же большое счастье. И та тоже чувствует, что большое счастье. Но она осталась одна без такого человека. Поэтому, естественно, она сейчас печалится. Но чувство вот такое возникает, когда человек оставляет мир таким образом. И она говорит, я хочу к нему. Она, несомненно, к нему туда попадёт. Он её потянет, он станет ангелом-хранителем её, и она к нему уйдёт туда сто процентов, когда придёт время. Но там время по-другому течёт. Здесь всё быстрее течёт, чем там. Там, на высших планетах в этом мире, проходит всего один день, а здесь в это время проходит год. А есть ещё более высокий уровень, где проходит одна секунда там, а здесь год целый проходит. Точно так же на низших планетах в аду проходит, у нас проходит здесь один день, а там проходит год. Там всё дольше течёт. А не о чём? Просто думайте о святом человеке. Читайте ему молитву. И в сердце у вас будет жить память. Она никуда не уйдёт. Вы же связаны с этим человеком. В сердце у вас будет жить память о вашем родственнике. И вы просто думаете о святом человеке. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. Я хочу жить для тебя. И повторяйте внимательно молитву с любовью к этому святому человеку. Укланитесь ему. Любите его. Желать ему счастья, чтобы в твоей миссии всё было хорошо. Я хочу, чтобы ты осветил своим светом всех людей на этой земле. Я хочу выполнять все твои наставления. Я хочу быть связанным с тобой. Я хочу верить в тебя. Я хочу жить для тебя свою жизнь. И когда вы так будете думать, постепенно в вашем сердце мысли о вашем родственнике начнут меняться. Вы почувствуете, вот сейчас вы чувствуете тяжесть сердца о нём. Постепенно эта тяжесть начнёт уходить. И спокойствия будет всё больше и больше. Эта память о родственнике, она станет другой. Вы начнёте вспоминать его хорошие черты характера. Начнёте вспоминать о том, что он хороший человек. Постепенно у вас пропадёт даже мотив, этот импульс, к необходимости молиться за него. Вы просто будете думать о святом человеке, вспоминать своего родственника с лёгкостью и радостью. И когда этот день произойдёт, в этот же день он придёт вам во сне, помашет ручкой, и в этот же день вы получите награду от Бога в виде удачи. Вот когда будет тяжелейшая ситуация в вашей жизни, непреодолимая, и вы подумаете о святом человеке, помолитесь, эта ситуация растворится, так же, как тьма растворяется, когда восходит солнце. Продолжение следует...